Наш день похож на маленькую жизнь, и в течение дня мы испытываем различные эмоции, встречи, негодования, трагедии, обиды. А вы довольны качественно вашим днём? Не нужно отвечать на этот вопрос, это риторический вопрос, день на день не приходится. Но мы с вами начнём большой разговор о биологических ритмах здоровья. А здесь важно знать о биологических ритмах дня, суток, недель, месяцев. Так вот, следите за моими обновлениями на канале, приобретайте фильмы-тренинги и повышайте качество собственной жизни. Обращайтесь ко мне по скайпу. Древние утверждали, стабильность – признак мастерства, а цикличность – свойство жизни. Вот мы и рассмотрим с вами, как должен быть ритмически устроен наш день. И правильно ли он устроен? На что влияют ритмы этого дня? А то живём, как нам придётся или как нас заставляют. Вот пройдите этот курс дневных ритмов. Ведь из каждого дня, как спасло, складывается наша жизнь. И эти знания, умения и есть те жизненные показатели, которые дают качество этой нашей всей жизни. Ведь все живые существа на Земле, от растений до высших млекопитающихся, подчиняются суточным циклам. Ритмы присущи всем. И даже галактикам или клеткам самых простейших организмов. А у человека, в зависимости от времени суток, цикличности меняются. Меняют физиологическое состояние. То он бодр, то он угнетён, то он устал. Интеллектуальные возможности. Не каждый час мы можем воспринимать новое или хорошо соображать. А также и настроение. Настроение вот так бах и плохое. А оказывается, это зависит от тех ритмов, в которых мы сейчас находимся. Учёные доказали, что виной вот этим колебанием является вот эта концентрация гормонов в крови. А гормоны выделяются железами внутренней секреции. И они ритмически, железы, работают. Не только от внешних обстоятельств, но и от суточных ритмов. Ведь в последние годы в науке о биоритмах, хронобиологии было сделано многое. Учёные установили механизм возникновения суточных вот этих гормональных циклов, так влияющих на наш организм, наше здоровье, наше настроение, интеллектуальное состояние, да и прочее, прочее, прочее. И вот мы об этом будем не только говорить, чтобы вы это знали, но вы получите рекомендации, упражнения, чтобы это использовать во благо вас и народного хозяйства. Учёные обнаружили в головном мозге циркадный центр. А в нём так называемые часовые гены, биологических ритмов нашего здоровья. Вот смена дня и ночи, времени года. Всё это приводит к тому, что органы человека также ритмично изменяют свою активность. Включающимися вот этими факторами этой активности внутренних органов является изменение внешней среды. Ну, например, интенсивность светового потока, день-ночь, что связано и с движением Солнца, и даже фазами Луны. Причём активизация органов подчиняется вот этим внутренним биологическим часам, которые были обнаружены учёными. Циркадный центр. При энергетическом возбуждении человеческого организма происходит взаимодействие наших органов, активность желез внутренней секреции, а отсюда выброс определённых гормонов. Вот биоритмы и есть цикличность этих процессов в организме человека. И не надо не придумывать каких-то других парапсихологических или эзотерических вещей. Учёные это открыли, ну, на уровне микроскопов. Так вот, основные внешние ритмы, они влияют на биоритмы человека. Какие внешние ритмы? Это вот природные. Солнце, Луна, вращение нашей самой планеты вокруг собственной оси, отсюда зима, весна, лето, осень. Или социальные? Это рабочая неделя. Какие-то социальные связи с людьми, необходимые встречи, какое-то взаимодействие с родными, близкими, друзьями. И вот ведущие внутренние хронометры человеческого организма находятся в голове эпифис и гипоталамус. То есть вот учёные открыли этот циркадный центр. Ну, а также они находятся и в сердце. Это такой мотор, который всё время работает, и у него определённые циклы. За сутки наше сердце переходит пять таких периодов физической активности и пять периодов спада работоспособности. А зачем, спросите, вам это нужно знать? Ну, для некоторых людей это жизненный показатель. У них проблемы с сердечно-сосудистой системой. И им это необходимо. Очень важно знать. Когда сердце подвергается наибольшей опасности. Да и любой другой человек должен знать всё о своём сердце. Это тот единственный орган, который работает, всё время поддерживает жизнь в вашем организме. Поэтому биоритмы могут меняться, синхронизироваться с внешними вот этими ритмами, которые влияют. И когда они синхронизированы, когда они физиологичны, то тогда организм не работает на износ. И более того, он работает с радостью и приносит удовлетворение жизни. А вот бывает сбой, конфликт. Наши внутренние биоритмы синхронизируются с внешним влиянием. И если эта синхронизация на пользу, если внутренние биоритмы синхронизированы с внешним влиянием, то тогда качество жизни и здоровье человека приобретает, ну, определённый хороший смысл. Но часто мы сами, сами меняем внешние вот эти влияния на наши внутренние биоритмы, приводим это в конфликт, в кризис. И происходит не только сбой биоритмов, но и изменение здоровья. Поэтому нам нужно знать о биоритмах много. И мало того, что знать, мы будем с вами следовать этим биоритмам, помогать правильному гормональному выбросу. И вообще следите за моими поступлениями на канал, подписывайтесь, обращайтесь по скайпу и приобретайте эти фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok